Всем салют, RedHard тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать в замечательной игре под названием DZ. Давайте приступать, приятного просмотра. Сезон 7, серия 13. Переночевав в очередной раз в очередном доме, всё у нас вроде как хорошо, кровь немножечко восстановилась, но не полностью. Зомбарь там вон на месте флексит, непонятно почему. Может серый упал или нет? Нет, вроде как всё нормально. В общем, чё, долго я здесь сидеть не хочу. Можно, конечно, всё это время просидеть в этом доме, подождать пока восстановится кровь, но чё-то мне как-то не хочется, если честно, столько времени тратить. Чё с очками? Забаговались, блин. Итак, экран серый. О, они снились. Нет, всё-таки сервер подлагивает, да? Или у меня Эдет, хер его знает, короче. В общем, сейчас быстренько перекусим, заодно скинем весь лишний, скажем так, свой груз, который много весит, который мне сейчас не понадобится. Да и вообще он мне, может быть, даже в будущем не понадобится. И отправимся дальше. Следующим пунктом в нашем путешествии будет небольшая северная деревенька под названием, если я не ошибаюсь, Нагорная. Там, кроме магазина, ничего интересного нет, но я бы там хотел раздобыть себе немножко еды, может быть, какой-нибудь девовская оружейка и пару патрончиков на него. Ну, так, по минимуму каких-нибудь вещей себе найти, которые нам в выживании помогут. Ну, и так, если повезёт, наткнёмся на какой-нибудь, может быть, чужой схрончик, чужую базу. Мало ли, вдруг всё-таки там кто-то уже начинает строиться, потому что деревенька такая весьма удалённая, северная. Ну, и так, поностальгировать, потому что мы очень часто в той деревеньке путешествовали, очень часто выживали, очень уж она мне нравится. Такая она хорошая, северная, атмосферная, удалённая от всех таких крупных объектов, поэтому грех будет туда не забежать. Конечно, умнее было бы, наверное, подождать и восстановить всю кровь, но чё-то как-то неохота на одном месте столько времени сидеть. Не знаю. Может быть, конечно, и зря, а то, мало ли, всякое может произойти. Но, давайте, как говорится, рискнём. Ёперми, театр, опять они, короче, напали беззвучно. Какого хрена? Я уже на серединке между этими деревнями, тут, на самом деле, не так далеко бежать. Но я всё-таки думаю, давайте, наверное, уколемся мы адреналином, чтобы быстрее добежать с комфортом. Так, давай, 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 всё хорошо, теперь на тапках побежали, давай, давай. Так, главное не поцарапаться, главное не поцарапаться. Нам ведь нельзя сейчас получать порез, вообще ни один никакой. Поэтому давай, Диман, ноги в руки и в тапки включить. Твою мать, а скотина, ты смотри, первый же укус и сразу же порез, а. Ну какого хрена? Ну почему они беззвучно нападают, а? Ещё так далеко от любого дома, от какого-нибудь, я не знаю, стога сена, на который можно забраться, чтобы они там не кусались. Блин, ну всё, ребята, это Габелла. У нас один порез, у нас жёлтая кровь, если мы не перебинтуемся, мы по-любому с вами склеим ласты. А если перебинтуемся, то у нас с вами только грязная тряпка. Ой, тут зомби уже. Давайте, ешьте волков. Они вкусные, говорят. Блин. Ну и что делать? Бинтов мы здесь, конечно же, не найдём. Потому что что? Потому что я вот на 100% уверен. У меня, получается, остаётся только грязная тряпка. С грязной тряпки мы с вами получим болезнь. Болезнь, которая будет нас потихонечку съедать. Но, но, у нас с вами есть наборы для переливания. Да, всё, пожалуйста, мы сразу получили кляксу. Замечательно. Нет, точнее наоборот. У нас с вами есть слитая с нас кровь. Мы с вами можем... Да, вот нас начало рвать, а у нас заражение крови. Это один из симптомов. Блин. Да, у меня вот есть слитая кровь. Но я не могу её в себя залить. Потому что у меня нет набора для переливания. Опять же, это вот проблема, что с себя-то я слить смог. А в себя залить не могу. Стремная херня. Но, у нас тут рядом есть пионерский лагерь, в который я хотел сходить потом. И плюс есть, как город-то, господи, забываю, название вылетело прямо из головы. Североград, вот. Там же тоже крупный город. Там есть больница. Слушайте, его рвёт каждый раз, когда что-то он кладёт в рот. То ли это так просто совпадает, то ли при болезни нельзя есть. У нас еда уходит на три полоски вниз, но это потому, что мы извергаемся из себя. Вряд ли, конечно, витаминка мне здесь чем-то поможет. Да, слушайте, смотрите, он прям даже таблетки какие-то закидывает в рот, и его сразу уворачивают наизнанку. И это всего лишь один укус, блин. Просто банально то, что у нас нету бинтов, приводит нас к такому джопе. Ну ладно, отчаиваться ещё рано, у нас впереди тут рядышком две больницы будут. Поэтому будем надеяться, что нам ещё удастся из этой сраки как-то выкарабкаться. Прошло уже довольно-таки много времени, и все зомбированные, и волки уже давно отсюда ушли. И знаете что? Я вот думаю, правда, нам с вами, у нас выхода больше никакого нет, потому что заражение крови нас рано или поздно доконает. Нам по-любому нужно от него исцелиться. И из ближайших таких мест, где мы с вами что-то сможем найти, это пионерский лагерь, который я планировал сходить позднее, и больница в Северограде. Поэтому мы сейчас с вами отправляемся туда, в надежде, что по пути мы больше не поймаем всех этих волков, потому что они что-то как-то прям вот агрессивно на меня насели в последних сериях. Каждые полчаса просто нападают на меня какая-то стая. Может быть, это, конечно, одна и та же, просто по паре особей остаются в живых и прибегают снова. Но они, если честно, как-то реально надоели. Вот как мы ушли на севера, просто преследует меня вот эта вот стая проклятая и никак не хочет сдохнуть. Хотя вроде все время отбивались, ну, с помощью зомбарей, да, не своими руками, скажем так, а чужими. Ну, вроде как получалось отбиваться. А сейчас что-то как-то вот не удалось, к сожалению. Ну, ладно, будем надеяться, что впереди нас ждет светлое и яркое будущее. Отлично, вот она уже сразу в больничке здесь показалась. Я, на самом деле, здесь немножко заблудился, случайно вышел на нее. Я потому что примерно ориентируюсь, где она находится, а вот прям точного направления что-то выбрать не смог. Хорошо, что мы с вами вышли сразу к больнице. Потому что что? Потому что нам нужно именно лекарство. Я где-то слышу зомбаря, и это плохо. Но, с другой стороны, тут все-таки бараки военные есть, больницы. Здесь зомбарей должно быть ой-ой-ой, как много. Но мы с вами-то, парни, ловкие сейчас через забор перемахнем. Правда, у нас выносливости не будет совсем. Но это ладно, это уже дело второе. Блин, еще все черно-белое. Ничего ни хера не видать. Так, давайте, мне, пожалуйста, нужен всего лишь один набор для переливания. И все, больше ничего. Это мне поможет и краски на экран вернуть. Да, еперный театр, там ползунок какой-то. И избавиться от болезни. Так, закрой, закрой! Все хорошо. Конечно, там в коморке тоже могли быть какие-нибудь вещи, медикаменты. И мы его оттуда выпустим погулять. Так, это что такое? Блин, это набор для сбора крови. Но это не то. Это совсем не то. Если бы из него там с помощью ножа как-то можно было вырезать трубки, катетеры, все эти херни, чтобы сделать набор для переливания, это было бы здорово, да? То есть ты с него уже не кровь сливаешь, а просто шланги, грубо говоря, забрал и все. Блин, пусто. Ну почему? Мне нужна всего лишь одна запчасть. Она довольно-таки часто попадается в таких больницах. Почему сейчас ее нету, а? Давай, выползай быстрее. У меня тут время на минуты, на секунды идет. Каждая минута дорога. Ну и тут, естественно же, ничего нету. Опять же, ни бинта никакого нету, ни набора для переливания. Вот, ну прям вот звезды себе сошлись. Так еще, знаете, в чем соль? Я устал. Диман скоро захочет спать. Он будет зевать, у него будет темнеть монитор. И рано или поздно он свалится в обморок от усталости. А тут зомбари... Ой-ой, кошмар сколько, а? Давайте, может быть, его подселим в больницу. Блин, я боюсь, что сейчас я пока буду этого заселять. Там задний военный сагрится. Че он там, отстал, что ли? В развитии. Ну-ка, с этой стороны, если щемануться. Тут уже, конечно, нигде не могут быть медикаментов. Тут вот еще военные бараки я хочу посмотреть. Ну, вдруг там какой-нибудь рюкзачок марлиновский попадется. Мы туда хотя бы часть вещей наши скинем, чтобы сделать такой временный схрон. Чтобы уж совсем все не потерять. Так, заходи. Сейчас всех больных по палатам рассуем. Аккуратно. Да, конечно, да. Ну, почему бы, собственно говоря, и нет, а? Ай, жесть, а? Ну, давай еще больше агентов заноси в организм. Ну, почему, собственно говоря, и нет-то, а? Знаете, вот, ну, вроде ничего такого. Ну, блюет персонаж иногда, да? Но тут такая фишка, что при достижении тысячи агентов от этой болезни у персонажа просто наступает смерть. Просто тихая, безболезненная. Просто лег и умер. И не встал больше уже никогда. Но, конечно, то, что он много блюет, из него выходят все эти калории, все единицы гидрации, тоже может привести к летальному исходу. Но не так быстро, скажем, как эти тысячи агентов. У меня еще, как назло, нету ни одного тестера, чтобы провериться, чем я все-таки болею точно. Сколько у меня агентов, есть ли у меня шансы. А то ведь время уже прошло прилично. Так, смотри, вроде какие-то сагрились, но что-то вроде как-то никого нет. Давайте попробуем перебежать в другой бирак. Бирак. Что-то здесь какие-то бараки с этими, с обвесами, с одними. Что за фигня такая? Обвесы, беретки и больше ни хрена толкового не попадается. Смотрите, в натуре одни обвесы, причем, знаете, приклады, цевья, всякая такая фигня, которая не особо нужна. Вон тетеньку рюкзачком придавила, она аж ползает с трудом. Ну и все. Первый пункт оказался провальным, потому что у нас с вами, к сожалению, не попалось нужных ингредиентов. Так, давай, может быть, поедим? По чуть-чуть хотя бы. Нет, он даже делает глоток и его сразу уворачивает наизнанку. Почему, я не понимаю. У него вроде как заражение крови, а не заворот кишок. О, еще и волки. Я говорю, прям вот все сложилось к одному. В каждой серии на меня нападают эти сраные, мохнатые сволочи. Да, я прям вообще не могу. Даже прям глоточек делаешь, его сразу уворачивают наизнанку. Это ужасно. При заражении крови ты не можешь покушать. Где связь, я не знаю. Да, вот просто малейший глоточек делает, только кусок еды к губам подносит и его сразу уворачивает наизнанку. Ну ладно, значит, пожрать нам не судьба. Интересно, что же у нас раньше доконает? Голод или заражение крови? Блин. Ну ладно, еще в Северограде есть больница. Поэтому будем надеяться, что мы там что-нибудь найдем. Тетя, хотите лопатой по хребту получить, а? Блин, ну их тут очень много. Я боюсь, мне и лопаты не хватит, да и калории быстро кончатся. Да и плюс волки сейчас еще прибегут. Поэтому опять садимся, сидим и пережидаем всю эту бурю внутри в домике под защитой, скажем так. Вон там волки, кстати, бегают, дерутся. Может они не на нас сагрились, а на этих зомбарей? Вот бы они всех загрызли, а я потихоньку бы отсюда свинтил. Это как бы немножко крипово так выглядит. Я просто лег, чтобы меня зомби не видели снаружи. И тут, короче, из стены появилась вот эта вот харя. Жесть какая-то, я аж немножко дернулся. Хорошо, что она кусать не может сквозь текстуры. Там какая-то жесть происходит. Волки прибежали, зомбари прибежали. Там что-то махач какой-то лютый просто происходит. Это, конечно, мне на руку. Но то, что мне не на руку, это то, что у меня время идет. Я чем дольше здесь лежу, тем больше агентов болезни я получаю. И тем, соответственно, быстрее я умру. Поэтому как бы мне обойти всех этих сволочей, они бы здесь остались драться, а я бы убежал. Это был прям идеальнейший вариант. Просто я боюсь, что так не получится. Вроде как тут все зомбари почти от меня отагрились. Они там толпой этих шавок мохнатых натягивают на этот самый. Ну вы поняли, куда. Я вот думаю, может быть, сейчас попробовать убежать. Как раз пока они их там толпой зажали, мы бы хоть подальше в здание убежали. Потому что здесь такой дом, тут со всех сторон окна. Куда бы ни уйди, меня с улицы видно. И поэтому зомбари не хотят отагриваться. Давай, пока. Ой-ой-ой. Да ты что, серьезно что ли, а? Господи, как это стрёмно. Почему они так сильно бьют и сразу кровотечение вызывают? Еще и волки меня сожрать пытаются. Вы только что друг друга месили. Но стоило только мне открыть дверь, все сразу хотят сожрать меня. Ну, конечно, я аппетитный такой, вкусный. Это вообще жесть какая-то, а. Дайте мне ружье какое-нибудь. Я хоть перехерачиваю здесь. Или гранату какую-нибудь, чтобы такую толпу этих засранцев убить. Жесть вообще какая-то, а. Давай опять тряпкой бинтоваться. Ну, а что делать? Блин, мы такой хренью даже до следующей больницы не дойдем. Просто вот секунда какая-то. Мимо пробегал, на тебе оплеуху и сразу кровотечение. Почему? Непонятно. Столько слоев одежды, а все равно каждый удар равен кровотечению. Херня какая-то. Ладно, вот здесь на втором этаже ложимся. Нас не видно. Поэтому, надеюсь, они от нас быстро отвалят. И мы с вами сможем уже отсюда свалить. Не знаю, вроде как все устаканилось. Там какого-то волка загнали на крышу. Тут половину зомби перехерачили. Я вроде как потихоньку вышмыгнул оттуда. И вроде как за мной никто не бежит. Никто не воет. Зомбари не орут. Это хорошо. Может быть, это наш шанс на спасение из этой катавасии, чтобы убежать отсюда. Тут дальше, конечно, тоже леса. Тоже стрёмно. Могут быть и зомби, и волки. Надо как-то стараться держаться рядом с любыми строениями. Или с любыми камнями, на которые ты сможешь залезть в случае чего. Потому что на этом сервере просто тупо по лесу бегать. Это смерти подобно. Сами видите, вот мы только отошли и сразу же в лесу зомбари. Плюс волки постоянно на северах бегают стаями целыми. Пытаются нас сожрать. Это, знаете, тоже такое себе. Не самый такой приятный бонус нахождения в лесу. Но делать нам всё равно нечего. Нам по-любому с вами нужно искать ближайшую больницу покрупнее. В которой мы с вами уже должны будем найти набор для переливания. А вот и первый тревожный звоночек. Мы на самом деле уже близко к Северограду. Но у нас стало красным яблоко. Уже мы с вами теряем ХП от голода. То есть мало того, что мы с вами болеем, мы теперь ещё и голодаем. А пожрать я не могу, потому что, ну, как бы, сами понимаете. Когда начинаю есть, меня сразу уворачивает наизнанку. Плюс поспать-то я тоже не могу. Вот даже глоточек я банально сделать не могу. Чтобы его не уворачивало. Так, что происходит? Забаговалась анимация. Вот опять же, он съел и сразу вышло всё назад. Вообще никак поесть нельзя. Это жесть, конечно. Плюс ещё поспать-то мне тоже не удалось. Я скоро буду с ног валиться. Это прям вообще оттаз. Даже если энергетик я найду, я всё равно не смогу восстановить себе энергию. Потому что я пожрать не могу. Эх, ну ладно, тут до больнички уже осталось немножко. Дай бог мы сможем это всё победить. И как-то всё это дело реабилитировать. Блин, офигеть. Представляется, короче, перелез через ограду, а там, оказывается, в кустах лежит зомбарь. Наступил на неё, она мне оплеуху дала. Хорошо, хоть я кровотечения опять не получил. Но, с другой стороны, даже то, что мы с вами теряем ХП, это очень плохо. Потому что мы их периодически теряем от голода. Так ещё и от удара лишний мы ХП потеряли. Это нам как бы совсем не к месту. Но, с другой стороны, мы уже с вами находимся очень близко к больнице. И вот-вот мы окажемся в её нутре, скажем так. В надежде, что сможем найти то, что нам надо. Но вот, правда, зомбарей что-то, конечно, даже на подходе к городу очень-очень много. В полях простых, блин. Где даже спрятаться от них негде. Будем надеяться, что они все просто с города вышли. А внутри в городу никого нет. Тепло, уютно. И нужные нам лекарства лежат на месте, никем не тронутые. Вот он, мой последний шанс на выживание, скажем так. Так, давайте сначала начнём прям с самой больницы. У нас там, конечно, не так уж много помещений. Но всё равно шанс найти нужные нам вещи есть. Нам нужен всего лишь один набор для переливания крови. Хотя, на самом деле, я уже думаю, что их нужно два. Потому что одним переливанием можно сделать только 500 агентов, если я не ошибаюсь. Ну, то есть исцелить 500 агентов. А у нас, я уверен, уже больше. Нам бы сейчас тестер, на самом деле, найти и проверить, стоит ли овчинка выделки. И а то уже, может быть, уже и не поможет нам ничего. Вот, пожалуйста, уже Диман от усталости начал зевать. Это хороший вообще момент для того, чтобы поспать. Ещё его начало периодически рвать. Очень часто, к сожалению. Всё, говорю прям вот, всё против меня. Это вот просто банально из-за того, что я не смог найти один сраный бинтик. Представляете, какая-то, блин, такая вот фигня. И ты из-за этого вот загибаешься. Ну, пожалуйста, перчатки хирургические. Хорошо. Красота. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь, что мне нужно. Извините, я вас не хотел беспокоить. Ну, я, как я и говорил, в больнице нифига толком нет. Ну, вот как нет? Ну, уголь нашли, плюс перчатки нашли. Хоть какой-то лут есть. Но не то, что нам надо. Так, здесь... Я вот думаю, ещё нужно вокруг зданий их поискать. Близлежайших. Потому что там тоже есть шанс найти какие-нибудь медикаменты. Ну, и у нас просто уже выбор нет. Мы, по-любому, если сейчас здесь не найдём ничего, то мы ласты склеим. Поэтому нужно искать, надеяться и верить. Надеяться и верить, и искать ещё раз. Так, вот, тестер, хорошо. Тестер мы сейчас с вами сможем проверить, сколько у нас там уже агентов. Есть ли у нас шансы. Блин, один набор для переливания. Это серьёзно, что ли? Чё, так сложно его найти? Почему мне так не везёт? Пуфельки, пожалуйста. Давайте проверимся. Бабырику, чё у нас там? Набор для определения группы крови неуверсальный. Это плохо. Так, оу, блин, 833. Ну, открывай, пожалуйста, глаза. Блин, просто жесть, а. Да что ж ты как часто зеваешь, а? Вот тут я говорю, тут ещё вокруг больницы есть много зданий, поэтому шанс найти необходимые нам вещи всегда есть. Во всяком случае, хочется в это верить. Не хочется сдаваться просто так. Но что-то как-то пока что всё играет против нас. Плюс ещё зомбари новые агрятся, которые нам вообще сейчас нахер не нужны. Чё вот тебе надо? Чё ты ко мне пристала? Я и так полудохлый уже. Почти твой брат стал. Эх, как всё не вовремя, а. Волки, да, вот нас в лесу в этом застали. Они всего лишь один раз нас укусили. Один... А чё тут зомбарь дохлый делает? Видимо, я в Северограде не один, да? Чё-то я как-то забыл, что Североград это довольно посещаемое место. Плюс больницы, это тоже объект интереса многих других выживших, не только мой. Поэтому здесь весьма часто могут быть люди. Плюс они, смотрите, смогли как-то справиться с зомбарями. Значит, люди опытные, матёры. Не хотелось бы сейчас встретиться с человеком, на самом деле. Хотя, с другой стороны, может быть, у него могли бы быть медикаменты, которые могли бы спасти мне жизнь. Но кто сказал, что он мне их отдаст? И недобровольный, и под угрозами. Мало ли что, у нас с вами ХП-то уже ушло. Мы в любом случае будем гораздо слабее, чем тот человек. Ну почему так мало медицины вокруг? Так много зданий рядом с больницей, да? Но медикаментов в них вообще просто мало. Ещё есть ларёк, вот слева который стоит. Там тоже частенько медикаменты находились. Вот сейчас дома быстро глянем и побежим в ларёк. На ларёк я, на самом деле, воздрагаю большие надежды, нежели какие-то другие дома, которые здесь стоят. Потому что в нём я уверен, а здесь нет. Смотрите, хотя штаны медика, значит... Да вы серьёзно? Пакет физраствора. Кайф. Это здорово. Это как раз то, что мне нужно, только наоборот. Мне нужен набор для переливания. Вот сейчас бы их два найти, и я бы уже гарантированно исцелился. Нет, вот прям... Прям жесть какая-то, да? Мне нужен набор для переливания крови, а я нахожу физраствор. Вот это пипец. Это прям как плевок в лицо просто. На, получай. Не то, что тебе надо, а совсем другое. Там кабинеты в каждом сидят. Да вы смотрите, ещё один пакет физраствора. Серьёзно? ХПшки уже жёлтые стали. Вообще офигенно, а. Перчаток куча. Как же всё не вовремя, а. Да, уж ладно. Сейчас, наверное, здесь ещё в округе пошарить, в домах, которые рядом с больницей расположены. А вдруг, а вдруг радиус больницы бьёт куда-нибудь здесь подальше, и мы с вами сможем здесь найти какие-нибудь... Не какие-нибудь, а набор для переливания нам нужен. И всё. Больше ничего. Попытаем счастье, скажем так, в этих домах. Ну, а потом, если что, будем делать схрон какой-то временный. Ну, в общем, ребятки, в округе я больше ничего найти не смог, к сожалению. А это значит только одно. То, что наша первая из трёх попыток, которую мы давали этому серверу, скорее всего, в ближайшее время закончится. Потому что нам просто банально не повезло. Не повезло то, что мы встретили волков. Не повезло то, что они смогли нас укусить. И не повезло в том, что мы не захотели посидеть полчасика дома на одном месте, чтобы восстановить свою кровь. Потому что, если бы я всё-таки не поторопился, посидел бы, отдохнул, восстановил кровушку, один бы порез нам ничего не сделал. Мы бы спокойно переждали, пока он сам затянется, пройдёт. И ещё полчаса сидели в доме, ждали бы. Пока оно всё зарастёт. Ну, блин, ну, просто вот банально. Не было одного бинта. Я что-то в последнее время ни бинтов найти не могу, ни спирта, чтобы тряпки обработать. То ли мне настолько сильно не везёт, то ли их порезали. Что за хрень происходит? Сейчас ещё зомбарь меня там сожрёт. Это прям вообще какая-то невезуха. Нужно куда-то бежать в сторону берега, что ли. И где-то там, ближе к берегу, скидывать вещи. В надежде, что ты сможешь до сюда добраться. Ну, это, конечно, такое себе. Но, блин, другого выхода я просто-напросто не вижу. Всё, ребятки, это конец. У нас ХП на нуле. Еда на нуле. Я ем какие-то медикаменты, таблетки, витаминки, которые пытаются меня исцелить. Но всё это дело бесполезно. Я, наверное, здесь сейчас скину различные вот эти вот вещи. Все, которые мне уже на том свете не пригодятся. И просто ждём своего часа. Вот в этом месте я скину вещи. Попытаюсь, может быть, до сюда добраться. Ну, конечно, это такое себе. Но просто всё чисто из-за химзы. Если бы не химза, я бы даже таким не промышлял. Но там лежит три части химзы, которые я не знаю, зачем я взял с собой. Надо было всё в схроне оставить дураку. Но нет, решил взять с собой. Поэтому как бы хочется всё-таки его сохранить, вернуть его к себе. Поэтому мы попытаемся таким вот образом, скажем так, восстановить своё положение, своё состояние. Но хрен его знает, как всё это дело получится или нет. Да уж, болезнь нас всё-таки доканала. Я, кстати говоря, тут чё заметил, когда пересматривал записи. В момент использования тестера болезнь показала не заражение крови, а инфекции. Нам, оказывается, было не нужно ни переливание. Нам нужен был просто банальный тетрациклин. Которого у нас, к сожалению, тоже не было. Эх. Так что даже если бы мы нашли набор для переливания, нам бы это всё равно не помогло. Ну ладно, попытка номер два. Постараюсь сейчас что-нибудь найти, чтобы не с нуля было. Знаете, это, наверное, один из моих самых лучших и прибыльных заходов в Березино на этом сервере. Просто за всё время, что я здесь выживаю. Это реально так. Потому что я столько всего смог найти, вы даже себе не представляете. Посмотрите, как Димка наш выглядит. Какой у него рюкзак. Какие у него вещи в рюкзаке лежат. Это просто атас. Повезло нам просто неимоверно. Всё мы нашли в Березино. В вагончиках, в больницах, в полицейских участках. И это здорово на самом деле. Я как и хотел. Я не показываю вам с самого нуля своё выживание. То есть мы уже с вами являемся такими хорошо залутанными типами. У нас есть сок. Мы отпиты. Мы отъеды. У меня есть часть медицины. Я хорошо одет. У меня хороший рюкзак, скажем так. Плюс по медицине запас есть. И плюс у нас есть с вами пару вещей химзы. Плюс мы нашли с вами фильтр. Рюкзак, кстати, я смог найти в вагончике. Чуть-то там машина стоит как будто такая, как будто её кто-то бросил. Или текстурная она. Давайте быстренько подойдём, проверим. В общем, мы с вами появились в Березино, как вы уже догадались. Немножко развились до такого полутопика. И готовы с вами выживать дальше. Я вас спрашивал в предыдущих сериях. Не видел, кто-то отвечал, не отвечал. Были мы с вами в Светлоярске. Нет, всё-таки это машина текстурная, к сожалению. Я думал, покататься вдруг получится. Но, к сожалению, нет. Вот. Не помню я, были мы с вами в Светлоярске или не были. Поэтому я хочу наверстать, скажем так, упущенное. Потому что там также есть и полицейские участки, и вагончики, и больницы. Поэтому есть шанс разжиться необходимым для выживания, скажем так, инвентарём. Ну и плюс давно там не были. Обновить, скажем так, память. Щётчик сбросить. Посмотреть, что там, как там. И я ещё вот не знаю, можно ли кепочкой появиться в Светлоярске. На самом деле, за несколько месяцев игры на этом сервере у меня не было такого опыта ни разу. Поэтому вот ближайшая точка это Берёзина. И с Берёзиной я попытаюсь сейчас добежать до Светла. В надежде, что там нас ждёт что-нибудь сочное, ценное и интересное. Кстати, то, что кровь жёлтая, не обращайте внимания, это мне за амбарь один пустил кровь. Опять же, с бинтиком мне повезло. Но уже после я не беременовался. У меня просто кровь текла-текла-текла, пока ранка не затянулась. А потом я через пару минут нашёл бинт. Ну, всё как всегда в этой игре бывает, сами понимаете. Поэтому будем надеяться, что дальше мы слишком много резаться не будем. Но если что, у меня ещё пол бинтика осталось. Эх, Светлоярск. На самом деле, одно из моих самых любимых мест для старта. Жалко, что мы здесь со старта не появились. Тут всё, что душе угодно есть. И военные контейнера, и больница, и колонка, которая хер его знает работает или нет. И полицейский участок, и простые контейнера, и вагоны, и блокпост рядом. Там просто, я говорю, вот идеальнейшее место для старта, какое только может быть. Но, раз уж мы с вами сюда добрались, грех, как говорится, не проверить. Нам бы сейчас с вами ещё покушать найти, а то всё-таки сок-то у нас есть. Но он быстро закончится, пусть он и питательный. Ну и также хотелось бы найти какой-нибудь огнестрел. Да вообще всё надо, а. Вы сами видели, сколько у нас, кстати говоря, в этот раз наборов для переливания. Но нету ни одного физраствора. То есть, как бы, сейчас у нас с вами совершенно противоположная ситуация той, которой была ранее. Так, тётя, не смотри на меня, пожалуйста. Чё это? Одни кобуры лежат. Не кобуры, а эти цевья. Блин, мне не хватает какого-нибудь колюча-режащего предмета, потому что у меня всякие шмотки есть. Я их порвать не могу на тряпке, к сожалению. Тряпочки нужны, чтобы там кролика какого-нибудь добыть или на рыбалочку сходить. Чисто для выживания, чисто для кайфа, чисто для такого времяпрепровождения они нам нужны. Нам, к сожалению, добыть их нечем. Так, тут забор, который мы, к сожалению, перелезть не сможем. Не тот, у которого я лежу, а вот который между вагончиками и нами находится. Ну, тут зомбарь, там зомбарь, поэтому давайте попробуем его здесь как-то обойти. Блин, и там зомбари. И чё делать? Какая-то хреновая ситуация на самом деле. Как же нам лучше сделать-то, а? Обошёл, твою мать. Ага, да, кто бы это всё дал. Кстати, тут кто-то до меня пил лимонад, скинул баночку. Не получилось у меня, короче, щемыгануть между этих зомбарей. Я нагрел их толпу и какой-то засранец дал мне пинок под зад. Так что кровотечение я получил. На то, что я вещи с собой таскаю, не обращайте внимания. Я просто хочу найти себе какой-нибудь ножик, уже нарезать себе верёвок. Про запас, скажем так. Они в хозяйстве всегда пригодятся. Я, кстати говоря, не помню. В этом здании что-то как-то по луту мне абсолютно не везёт. То есть вообще ничего я здесь ещё, по-моему, не находил. Но опять же, память такая, я могу всё путать. Но, по-моему, я всё-таки мало лута находил в этом здании. Я бы сюда и не пошёл, если бы меня сюда зомбари не загнали. Всё равно мне нужно подождать, пока они от меня отагрятся. Я поэтому сейчас здесь быстренько посмотрю, полутаюсь. И плюс ещё, может быть, стоит нам подняться с вами на крышу. Чтобы, скажем так, сверху осмотреть всю прилегающую территорию. О, нет, вот, пожалуйста, курточки всякие лежат. Её, кстати, порвать нельзя. Да, её можно порвать на тряпки, здорово. Добавили на сервер такую функцию. Можно рвать там футболки, вот спортивные куртки какие-то. Ещё, по-моему, какие-то медицинские халаты можно рвать. Это удобно на самом деле. Конечно, там меньше тряпок должно давать, чем при разделке ножом. Потому что ножом ты всё-таки сделаешь это аккуратнее. Но тоже не одну же тряпку должно давать. Чё-то весь свитер порвал бы на одну тряпку. Ну да, и всё. Ну и ладно, хотя бы мы с вами четыре тряпочки здесь нашли. И то хорошо. Так, я пока никого, конечно же, не вижу. Вряд ли я у кого-то здесь из людей бы так прям сразу увидел. С такой верхотуры и сразу просто выйдя на крышу. Но я вижу, что здесь вроде как добавлены какие-то текстурные здания. Всякие нагромождения. Так, зомбари кучей ходят со всех сторон. На самом деле не кучей. Ходят по одному, по два. Но они ходят со всех направлений. И поэтому мы бы куда с вами не пошли, везде будут зомбари. А потом они будут орать, звать друг друга. И потом-то их уже будут толпа. Вот там, кстати, на берегу находится палатка. Жёлтая, медицинская. Я бы вот в ту сторону хотел пробраться, наверное, сначала. А потом уже углубляться в сам город. Но мне, как я уже сказал раньше, зомбари не дали. Пришлось вот в это здание забегать. Получив пинок под зад. Спустя один пинок под зад и пару миллилитров пролитой крови мы с вами всё-таки смогли добраться до этого КПП и до этой жёлтой палатки. Интересно, зря не зря. Сейчас мы с вами это всё дело и проверим. Сейчас заодно и узнаем, есть ли лут в этих текстурных объектах, потому что то бинокль это хорошо. Бинокль на самом деле в Канаде, казалось бы, пригодится. Плюс ещё магазинчик на МК-2 с патроном с одним. Жалко, самого МК у нас нету. Я, кстати, не знаю, как на сервере работают глушители, потому что ещё ни одного не находил. Вот. И вот тут, смотрите, сколько добавлено текстурных разных предметов. Так, в Ниве, кроме трупа, вроде как ничего нет, да? А в палатке мне вот интересно. Потому что то, что добавили какие-то текстурные нагромождения, это интересно, это здорово, это как бы разбавляет немножко игру. Но если в них нету никакого лута, в них, соответственно, теряется весь смысл. Какой смысл от всей этой херни, да, если в ней ничего нет? Если в неё добавили лут, тогда было бы здорово. А если это просто текстурки и нагромождения, ну, это как-то несерьёзно. Хотелось бы чего-нибудь там находить, чтобы был какой-то смысл там лутаться. Ты кто такой? Блин, приклад. Жесть, одни приклады везде попадаются. Чё за херня? Смотрите-ка, что я смог найти. Свиной паштет. Он уже открыт, недоеден. Он, к сожалению, хранился не в холодильнике, это плохо. Но Диман парень крепкий. Ой, тётя, блин, всё-таки услышал, всё-таки увидел, это плохо. Поэтому Диман, я думаю, его съест без каких-либо проблем. Ну, а то, ну, мало ли, а вдруг тут он, правда, просрочился, испортился. И ещё, мало ли чего мы с вами отравимся. Ну, давайте съедим. Я надеюсь, что ничего такого там нету. Хотя, конечно, выглядит он уже довольно-таки несвежим. Так, он и воду, и еду восстанавливает. Это хорошо, на самом-то деле. Мы, кстати, уже находимся очень близко к больнице. И нам нужен с вами запас по какому-то, скажем так, различным нужен медикаментам. Нам нужен запас с вами. И от крови, и от инфекций, и от золотухи по носу, и прочей требухи, которая может быть здесь персонажем. Плюс тут ещё, я так понимаю, у церкви тоже расположены палатки. И военные, и медицинские. Ну, вроде как. И неизвестно, есть ли там лут или нет. И всё бы это дело нам бы проверить. Но прежде, я думаю, нам с вами стоит сходить в больничку. Только надо, чтобы тётя от нас отагрилась, отстала. Потому что я думаю, что около больницы и так будет много этих засранцев. И с собой приводить ещё туда хвост, как бы совсем-совсем не стоит. Поэтому лучше сейчас здесь её размансовать, чтобы она осталась позади. А потом уже проникать, скажем так, в медицинское учреждение. В надежде, что мы там сможем найти медикаменты, которые в будущем спасут нашу жизнь. Хотя, кто его знает? Это хороший знак. Мы с вами только зашли в ближайший дом около больницы. И сразу же находим там медикаменты. Пусть это всего лишь хлорная таблетка, конечно. Но всё же это медикамент. Штаны медика, оказывается, мы с вами тоже можем порвать. А ещё я вижу, что-то лежит на диванчике. Шприц. Шприцом я знаю, что можно слить с себя кровь. И ещё эта хрень нужна для приготовления противовирусного. До этого нам с вами ещё очень-очень далеко. Поэтому, ну, есть и есть. Пускай будет, а носово места не занимает. Так, сколько вас... Ой, нет, вас двое. Ну вас нахер. Лишний раз не хочется получать люлей от двух зомбей. Поэтому мы сейчас их, наверное, отведём подальше в угол здания. Вот сюда вот куда-нибудь, да? И ломанёмся в больницу. Потому что я видел, что главный вход в больницу там точно открыт. Мы с вами сможем туда проникнуть, а зомбари останутся с носом на улице. Только мне надо, чтобы они оба сюда подошли. Главное, чтобы через окошко не ударили. Ну всё, давай, Диман. С богом. Давай-давай-давай-давай-давай. Ещё главное, чтобы внутри никого не было. Так, хорошо. Надо вторую дверь ещё закрыть. Оп. Отлично. Я на самом деле не знал, открыта она или закрыта. Но просто проверить хотел, закрыта она или открыта. Сказал так, что нужно закрыть. Так, таблетки КДИНа. На самом деле я не знаю, зачем на этом сервере таблетки КДИНа. Чё они помогают, как они лечат, не лечат. Вот, пожалуйста, ещё. Рубашку медика мы тоже можем порвать на тряпки. Это хорошо. Лишняя тряпочка, как говорится, лишней не бывает. Особенно, когда у тебя нету никакого ножа. Ну и всё, да? Это печально, на самом деле. Однохлорная таблетка. Маска и этот. Четыре таблетки КДИНа. Чё-то как-то вообще не густо. Но тут ещё есть близлежащие дома. Дом, во всяком случае, в котором я точно знаю, что спамятся медицинские вещи. Так, зомбари вроде отстали. Но мне на самом деле пофиг, потому что я сейчас перебегу в соседний дом и всё. Они по-любому услышат, как я буду открывать дверь, как я буду топать, как я буду шмыгать. Просто хорошо, что они уже под дверью стоять не будут. Это уже огромный плюс. Так, спокойно, дядя. Ну и всё, пожалуйста. Так, ещё один набор для переливания. Охренеться. Ой-ёй, закрой, пожалуйста. Так, это ещё-ёщё. Нет, это маска. Шприц ещё один, офигеть, а. Чисто рай для наркоманов. Ну и всё, да? Ну, по медицине, скажем, откровенно говоря, не густо. Прям вообще не густо. Чё, по сути дела, набор для переливания, шприц, КДИН и хлорные таблетки. Это, конечно, лучше, чем ничего, но хуже, чем медицина нормальная. Какие-то здесь паштетные люди жили. Смотрите, в каждом доме втором находишься паштет, который почему-то не доеден. Хрен его знает почему. Ещё и хранится он не в холодильнике, а просто на столе на солнышке. Это просто жесть какая-то. Но мы люди небрезгливые. Переваривали и не такое. Поэтому почему, собственно говоря, не съесть. Я тут держу свой путь в сторону полицейского участка. В надежде найти какие-нибудь патроны. Может быть, бронежилет какой-то или ещё что-нибудь такое. И пока что всё продвигается очень даже хорошо. Ничего особо не происходит. Лут потихоньку накопливается, находится. Вот только не могу найти никакого ножика-режика. Ну, стандартная ситуация. У меня постоянно так клинит что-нибудь. Вот одно я найти не могу, что нужно в выживании. И всё. Так. Главный вход закрыт-открыт. Закрыто. Отлично. Теперь остаётся только, чтобы внутри зомбарей никаких не было. А то здесь закрывать их на самом деле не очень удобно. Только в центральных помещениях удобненько. А в остальных комнатах, ну, такое себе. Так, сверху вроде как никого. Двери там вроде как закрыты. Это хороший знак. Опа. Так, пистолет. Берём штаны. Низкое утепление. У меня штаны пожарника. У них высокое утепление. Нет, пока что я брать не буду, потому что нужно коки держать в тепле. Так, пожалуйста, пусть здесь никого внутри не будет, а. Мне здесь в принципе сейчас никто не нужен. Только лут. Зомбари пусть находятся снаружи. Их мы потом как-нибудь размансуем. Так, чтобы они нам не мешали. Блин, ну чё, всё, да? Пустые штаны и один старый пистолет без патронов. Серьёзно, весь полицейский участок. Может быть, что-нибудь ещё? Так. Бронежилетка. Это хорошо. Поможет она пережить хоть какой-то выстрел в грудь. Или может быть, я не знаю, зомбарей удар. Если мы получим, то переживём как-то всё это дело. У меня, кстати говоря, да, есть магазин на Скорпион, в котором патроны как раз-таки находятся под мой пистолет. Это здорово. Я теперь вооружён и опасен ровно на один выстрел. Ну, это может помочь мне избежать ненужных проблем, ненужного ожидания. Скажем так. Ну, а может просто так напугать кого-то, если к нам приставать. Что-то будет, мы воздух шмальнём. Или по ногам, чтобы он особо не рипался в нашу сторону. Я слышу, что на улице рядом с зданием хрипит очень много зомбарей. Ну, как много? Парочка, троечка точно есть. Вот только где, с какой стороны они находятся, я хрен его знает. Нужно сейчас будет как-то их обойти. Так, чтобы никто меня не достал. И сходить к церкви. Хочу проверить всё-таки я палатки эти военные. А вдруг просто нам в жёлтой палатке медицинской не повезло. В текстурной я имею в виду. А вот в военных повезёт. Давайте ещё на крышу залезем. Чисто так проверить, есть ли там какой-то лут или нет. Я, конечно, думаю, что его там нету. Но проверить надо. Ну да, здесь нету ничего. Кроме хорошего вида. Сейчас, бах, выстрел откуда-нибудь снайпер какой-нибудь левый. Нет, ну никого нет, только зомбари. Ладно, давайте будем отсюда потихонечку сваливать. Знаете, в этот момент я ничего не говорил. Это я вам сейчас уже потом озвучиваю. Просто смотрите, как я удачно выхожу из полицейского участка, чтобы обойти пару зомбарей. И натыкаюсь их на там, на кучу просто. Но я ведь благополучно спасся в здании. Казалось бы, что может пойти не так? Но! Это же мать его, Дэйс! Зомбарь запрыгнул в окно. Какого хера вообще, а? Это просто, просто нонсенс какой-то. Игра прям вот тыкает меня в морды, в землю, в грязь, в дерьмище, чтобы ты сдох просто от какого-то неимоверного стечения обстоятельств. Их там просто очень много. Текстуры друг на друга навалились. И они одного, короче, протолкнули ко мне. Так он еще сверху меня прижал. Я уйти от этого не мог. Это просто жесть. У меня в этот момент просто не было слов. Что-то я не пойму, где здесь вход во всю эту катавасию. Здесь как бы колючая проволока стоит. Перепрыгнуть вроде как нельзя. Можно, конечно, перелезть через мешки, но я из-за этого потеряю всю выносливость. А мне это как бы не хотелось, потому что, ну, мало ли, вдруг тут зомбари какие-то или еще кто-то. Ну, тут стоит медицинская палатка, пару военных палаток. Но насчет лута я на самом деле не уверен. Потому что, знаете, такой сервер сам по себе здесь лута очень мало. И, может быть, его здесь просто очень мало. И здесь нет. А не то, что здесь в текстурных вещах лута нет. Это как бы там, кроме админа, вам никто не скажет об этом. Просто, ну, вот правда, вот, может быть, мне настолько везет, что передо мной кто-то прошел, все собрал. А может быть, его, правда, здесь нету, и ты ходишь просто зря по пустым местам. Ну, да, вообще нихренашеньки здесь нету. Вообще ни одной единички лута. Ну, ладно. Проверили? Хорошо. Больше, наверное, пока что в текстурные постройки заходить мы с вами не будем. О, а вот и он. Вот он ножик кухонный, да? Кайф, хорошо. Все-таки не зря, что мы в эту сторону пошли. Мы теперь нашли с вами колющий-режущий предмет, которым мы с помощью которого можем разделывать всяких животных, всякие вещи, всяких людей, всяких зомбарей, чтобы они к нам не переставали. И это хорошо, на самом деле. Плюс он в хорошем состоянии, он остренький, заточенный. Вот, пожалуйста, еще один пиджачок. А, это тесак. Я думаю, это кухонный нож. Рукоятка, во всяком случае, выглядит, как у обычного кухонного ножа. А это тесак аж целый, оказывается. Это здорово. Не знаю почему, но это здорово. Может быть, он попроще... Хотя он места, конечно, занимает пипец как много. Ну, ладно, сейчас разделаем наши тряпки. Я не думаю, что нам на очень долго его хватит, потому что я парень такой. Запасливый, таскаю с собой всякую херню. Сейчас пока все это порубаю. Плюс нужно веток найти, чтобы сделать силки. Плюс скоро мы захотим поспать. Нам нужны ветки для костра. Руками я рвать не хочу, а то, не дай бог, порежусь. Бинтов осталось мало. И как бы можем сдохнуть от кровотечения крови, потому что нас очень мало. Поэтому я думаю, что этот тесак к нам в руки попал ненадолго. По крайней мере, если мы с вами не найдем никакую точилку. Хотел я, короче, зайти в вагончике. Но на меня согрелся ползающий зомбарь. С этой стороны стало обходить. Тут тоже заперто, скажем так, заслоном из зомбарей, которые стоят и не пускают меня внутрь. Просто капец какой-то. Очень их много. Не хочется мне, на самом деле, их агрить, потому что, ну, правда, у меня осталось мало бинтов. У меня бинтик, по-моему, остался на один раз. Плюс у меня кровь желтая. Мне сейчас вообще нужно думать о здоровье. Нужно беречь себя и никак, ни в коем случае не страдать. Но с другой стороны, а как это делать? Просто сидеть, ждать на одном месте, пока у тебя восстановится кровь, пускай полчаса, да? Но это не круто. Я такой геймплей не уважаю. Пострадал? Пока лутаешься, пока ищешь, восстановишься. По-другому нет. Если бы была база, это другое дело. Ты пришел к себе на базу, за дверью закрытой полежал, отдохнул и тогда уже пошел дальше. Это одно, это совсем другое. Поэтому есть как есть, выживаем как выживаем. Я вот на самом деле хочу забежать в ларьки, потому что в ларьках частенько попадается какая-нибудь еда. Сок-то у нас уже на излете, скажем так. Пусть он и здорово, конечно, пополняет у нас и еду, и воду. Это на самом деле очень хорошо, если нашел соков на этом сервере, это прям красотища. Это прям вот гарантия того, что ты проживешь лишние там полчаса, час. Это вот прям точно. Так что нищий порвать можно, порвать нельзя. Я даже не знаю. Давайте возьмем, может быть, попозже на тряпочке порвем. Порежем, точнее, нашим тесаком кухонным. Так, очечки. Чтоб потемнее было. Но я на самом деле не уверен. Не особо они мне нужны. Вроде как и так не сильно яркое солнце. Во всяком случае, мы с вами идем в ту сторону, куда оно пока что не светит нам в глаза. Вот, пожалуйста, питье. Это хорошо. Потому что я не знаю, работает ли колонка в этом городе. Смогу ли я, скажем так, от пуза напиться. Поэтому питье лишним никогда не бывает. Конечно, лучше бы найти бутылочку какую-нибудь или флягу, чтобы ее наполнить, чтобы туда воды налить чистенькой, если опять же есть откуда. Ну, у нас еще плюс есть хлорные таблетки. Один разочек мы с вами сможем воду очистить. У нас тут впереди вагончики, скажем так. И плюс еще рядом есть блокпост. Я, наверное, сначала облутаю вагончики, посмотрю оставшиеся дома в этом городе, а потом уже пойду на блокпост. Ну, почему, не знаю, так. Почему-то хочется мне вот так вот сделать. Не уверен я, конечно, что у нас сейчас какой-то здесь вообще лут будет, потому что у меня такое чувство, что передо мной кто-то бежит и все собирает, а зомбарей мне всех оставляет. Но проверить, проверить обязательно надо, потому что потом будешь себя корить за то, что бах, не проверил и все пропустил. Прикиньте, короче, еще во всех вагонах ни хренашеньки не было ничего. И вот только в последнем попались как раз-таки патроны, которые мне нужны под мой пистолет. Это здорово на самом деле. Ну и плюс заодно можно будет сами эти брюки порезать на тряпки. Вот, как говорится, если до конца не пойдешь, то можешь ничего и не найти. Потому что я вот правду вам говорю, во всех остальных вагонах не было вообще абсолютно ничего. Тут еще ходили вокруг зомбари, я поэтому сюда не хотел идти, но потом все-таки ладно, думаю, схожу, проверю, чтобы уже галочку, так сказать, в голове поставить. И, как видите, не зря весь основной лут, весь самый ценный лут, да вообще весь лут, который был в вагончиках, был именно в последнем. Зомбарей вокруг очень много и надо, наверное, отсюда уже потихоньку сваливать. Только в сторону колонки сходить, проверить, что там как по воде, по еде и уже, наверное, удаляться отсюда. Ну что, вот он и подошел, этот замечательный город к концу, скажем так. Ничего более особо ценного я здесь, к сожалению, найти не смог. И получается, что все, нужно отсюда уже уходить. Здесь кровь у нас, благо, немножко восстановилась, и мы готовы с вами отправляться дальше. Здесь рядышком расположен небольшой блокпост, я думаю, забежит туда, вдруг мы сможем какую-нибудь разгрузку найти, какие-нибудь патроны, или, может быть, какую-нибудь ружбайку поувесистее, чем у нас. Но, опять же, никто не отменял химзу, противогазы, как говорили, что они должны быть на военках, поэтому давайте сходим проверим. Блин, зомбари на самом деле очень много, я хотел на заправку забежать, но, блин, видимо, не судьба. Придется стороной ее обойти. Будем надеяться, что на блокпосту будет все немножко полегче. Хотя, блин, там же военные, там так просто вообще, наверное, не будет, там их сейчас вообще будет тьма тьмущая. Ну ладно, сейчас с горки посмотрим, что оно там как. Так, вот она эта военочка, тут буквально 2-3 палатки, ничего особо такого там серьезного нету. Я думаю, все равно стоит немножко разведать обстановку, скажем так, прежде чем туда с головой погружаться. Плюс тут у нас есть бинокль, тут неплохая такая точка для обзора. Что у нас там? Так, зомбари ходят, это хороший знак, ну, в плане того, что вряд ли там сейчас кто-то есть. Жалко, гору отсюда просмотреть нельзя, а то, ну, мало ли, вдруг всякие кемпедрасты сидят, целят. Здесь такая военка, знаете, она небольшая, но вот для кемперов она просто райская, потому что там есть на верхотуре такая хорошая точка для прострела. Видно отсюда всю площадь, убежать там вообще практически невозможно. Поэтому я эту военку не особо уважаю, не особо люблю. Да ну и к тому же здесь 3 палатки, что там на самом деле можно найти. Ягодок нету, плохой знак. Ну, опять же, не у каждого куста должны лежать ягоды, да? Поэтому как бы ориентироваться, поэтому был здесь кто-то или нет, практически невозможно. Здесь что хорошо, можно будет просто на мешок с песком залезть, и уже зомбари тебя не достанут. Конечно, тебе нужно будет ждать, пережидать, пока они от тебя отагрятся. Хотя, если они тебя видят, мне кажется, хрен они отагрятся. Будешь просто сидеть и ждать, пока тебя кто-нибудь не подстрелит, или ты с голоду не умрешь. Так, мы в бинокль с вами смотрели, видели двое-трое зомбарей. Интересно, куда они сейчас, в какие стороны разошлись. Просто мы сейчас на картонах подойдем, у нас будет очень мало выносливости. Если мы кого-то сагрим, у нас не будет выносливости, чтобы залезть наверх. Это чревато, поэтому нужно немножко восстановить, скажем так, энергии, чтобы у нас было чем залазить. Так, все вроде как спокойно. Я даже не слышу никого, почему вода шлепнула. Это мои звуки следов, или еще кто-то есть? Сейчас вода была, вы слышали? А, вот тут вода, нихера себе, я даже не знал. Что-то как-то в первой палатке пусто. Или я, как обычно, в глаза долблюсь и просто просмотрел. Так, штаны возьмем. Потому что у нас военные, ой, эти, пожарные, они очень тяжелые, хоть и теплые. Я поэтому, наверное, скорее всего военные одену. Но здесь я этим заниматься не буду. Так, последняя палатка, давай патроны какие-нибудь, пожалуйста, химзу или что-нибудь ценное. Слушай, вообще ничего нет, на все военки одни штаны. Жесть. Как думаете, оно того стоило? Мне кажется, нет. Еще нужно отсюда аккуратненько как-нибудь свалить. Ай-ай, там зомби. Ладно, идем тогда в другую сторону. Блин, ну и ради штанов, конечно, сюда ходить вообще не стоило. Ладно, вообще, если химза была. А так, простые обычные штаны. Вообще. Вообще, если честно, стрёмно. Подготовился я тут, скажем так, ко сну. Заготовлю я себе сейчас прямо вот в этом открытом поле кроликов. Такое, знаете, здесь место вроде как открытое, но с другой стороны, нахера сюда людям идти? За дровами дрова есть вокруг гораздо ближе. А здесь открытое место такое, вряд ли сюда кто-то пойдет. Поэтому мы рискнем. Посадим здесь три вот этих селка. Пусть ловятся кролики, чтобы когда мы сюда пришли в следующей серии, уже у нас было мясо. Готовое к употреблению. Ну, не к употреблению, а готовое к жарке и потом к употреблению. В общем, давайте, наверное, на этом будем серию заканчивать. Пускай мы с вами начали заново, но уже мы с вами довольно-таки хорошо развились. У нас есть и медицина, у нас есть и оружие, и ножи, и бинты, что самое главное. Потому что в предыдущей нашей попытке выживания мы в течение скольки? Трех-четырех серий мы не могли найти вообще ни одного бинта. А у нас теперь есть целый бинт. Это здорово. В принципе, Димка уже такой залутыш хороший. Еда, вода есть, запас по всему у нас есть. Чуть-чуть медицины, чуть-чуть вещей, которые нужны для проникновения в зону есть. И плюс у нас же еще с вами остался схрон, в который нужно сходить, разгрузиться. Может быть, что-то загрузится. Я вот думаю, наверное, только химзу я больше с собой брать не буду. Пусть она лучше в схроне лежит, потому что так надежнее. Ладно, давайте будем на этом заканчиваться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.